Приветствую вас на портале Тутбай. Меня зовут Марина Шкаленок. В ближайшем эфирном часу мы будем говорить сегодня вместе с нашим гостем доктором Дмитрием Сайковым. Я надеюсь вы уже догадались и поняли, что если у нас в гостях присутствует Дмитрий Сайков, значит говорить сегодня мы будем о зависимостях, о том как справиться с зависимостью, о кодировании, будем развенчивать какие-то мифы, которые возможно присутствуют у наших зрителей, наших пользователей. И пожалуй, наверное, начнем с самого болезненного вопроса, хотя я тоже выясню у вас, болезнен ли он настолько, насколько мы привыкли думать. Об алкогольной зависимости поговорим буквально несколько слов, скажем. В нашей стране периодически проводятся различные дни трезвости, запрещаются продажи алкоголя на какие-то праздники, какие-то мероприятия, выпускные вечера. Время ограничено с 10 вечера до 8 утра, время продажи алкоголя. Настолько ли актуальна эта проблема для нашей страны, что нужно принимать вот такие меры и действуют ли они? Однозначно актуально и если говорить, насколько эффективны те мероприятия в плане решения этой проблемы, то понятно, может присутствовать некий скепсис, но надо понимать однозначно, если этого не делать, будет гораздо хуже и гораздо более актуально. То есть все эти мероприятия, которые перечислили, их надо делать и может быть делать даже в двойном, утроенном масштабе и понимать, что это свою какую-то каплю, свою какую-то долю в решение этой проблемы это все дает. Ну смотрите, вот запрещают, например, продажи алкоголя в день трезвости, да? Всего лишь один день. Не пьем. Приняли решение, хорошо, мы собрались, какие-то внутренние резервы подключили, да? Ну вот те люди, которые действительно эта проблема существует, а на следующий день опять разгуляя поле. Ну дело не в этом. Важно даже кому-то, вот особенно подрастающим, молодежи, дать возможность провести этот день и встретиться, и пообщаться с друзьями, и не употребляя спиртное. И вдруг почувствовать, что в принципе, а что, отсутствие спиртного помешало нам прекрасно провести время, прекрасно пообщаться. И даже выясняется, что гораздо лучше это получилось, что, ну скажем, не было каких-то проблем, которые сопряжены, скажем, с употреблением того же спиртного в общественных местах, молодежи, там, с какими-то злоупотреблением. Злоупотребление алкоголем, курением, время, прекрасно пообщаться. И даже выясняется, что гораздо лучше это получилось. Что, ну скажем, не было каких-то проблем, которые сопряжены, скажем, с употреблением того же спиртного, то есть сформировалось. Вот часто говорят, да, борьба, давайте бороться с алкоголизмом. С алкоголизмом, когда мы говорим алкоголизм, да, а сейчас уже более правильно говорить, с алкогольной зависимостью, да, бороться невозможно. Это то же самое, что давайте бороться, ну там, с циррозом печени, бороться с инфарктом. Это неправильное выражение, потому что бороться мы здесь, с чем бороться, с болезнью, да, тут надо уже человека лечить. И когда мы говорим бороться, мы подразумеваем какие-то медицинские, аспекты медицинской помощи. Бороться можно как раз вот на начальных этапах формирования зависимости, когда она еще не сформирована, когда это, мы говорим о бытовом пьянстве. Понимаете, вот в масштабах уже нескольких поколений, в масштабах целой нации сформировалось неправильное представление о нормальном проведении свободного времени, да. Если друзья собрались, то в 99% случаев мы подразумеваем, что на столе появляется бутылка со спиртным. Если собралась молодежь, есть свободный вечер, то опять же мы подразумеваем, что кто-то пойдет за Клинским. И во многом, кстати, вот это, ну, я считаю, что извращенное представление о взаимоотношении межличностном, человеческом было сформировано в том числе и телевидением. Вот этой, в общем-то, необузданной рекламой начала перестройки, когда молодежь показывали группу молодых, прекрасно, весело, красиво отдыхают, и вдруг возникает вопрос, кто пойдет за Клинским? Обязательно самый продвинутый, самый умный. То есть преподносился образ молодого человека на отдыхе успевающего, преуспевающего, комфортного, что это обязательно связано с употреблением спиртного. Сейчас мы пожинаем плоды, скажем, этой рекламе, потому что мы наблюдаем, скажем, омоложение того же алкоголизма. Если 25 лет назад, когда я, скажем, начинал наркологом, у нас даже речь шла как о единичных, спорадических случаях подросткового алкоголизма, даже речь шла о подростковом злоупотреблении, скажем, спиртного, то сейчас мы говорим о таком явлении, как детский алкоголизм. Детский алкоголизм. Да, уже защищается там куча диссертаций кандидатских на тему, чем детский алкоголизм отличается от юношеского, скажем, алкоголизма, от алкоголизма взрослых. Потому что, естественно, алкоголь, скажем, и алкогольная зависимость, когда она формируется у взрослого человека, там последствия есть, но последствия не столь злокачественно протекающие, скажем, как это происходит у детей. Потому что организм еще не развился, мозг еще не созрел, и возникает такая мощная системная интоксикация этого организма, естественно, организм не получает развития. Другое дело, когда уже организм сформировался, но потом на этом фоне формируется зависимость. Есть разница. Я говорю, сейчас мы говорим это уже о явлении. Даже когда-то несколько лет назад меня приглашали, по-моему, на ОНТ, и, да, на ОНТ была такая передача, в которой как раз мы обсуждали тему детского алкоголизма. Я говорю, само по себе то, что мы собрались и обсуждаем тему детского алкоголизма, говорит об актуальности, об вопиющей актуальности этой проблемы для нашего общества. Мы говорим о детском алкоголизме. И вот это омоложение алкоголизма во многом связано с тем, что мы вспоминали уже рекламу этого Клинского. Мы пожинаем эти плоды. Если, скажем, в моей молодости или даже зрелости, когда я начинал наркологом, увидеть молодую девочку, студентку в парке, когда она идет и пьет пиво, это был нонсенс, это вопиющая, это сразу вызывало негативное восприятие этого человека. То есть мы понимали, что это явно человек больной. Сейчас мы не воспринимаем таких людей, молодых, где-то они там в парке выпивают пиво из горла. Мы не воспринимаем, что это больные люди. Мы воспринимаем это как данность. Это уже становится нормой. Да, как данность сегодняшняя. А это ужасно. Потому что ведь в каждой передаче, когда меня приглашают или где-то, мы всегда слышим цифру, никто не задумывается о том, что порог необратимых процессов в обществе – это 8 литров чистого спирта на душу населения. Мы давно перешли этот порог. Мы постоянно об этом говорим, постоянно говорим о том, что это ужасно. Но у меня впечатление, что мы не до конца, даже те, кто говорит, осознаем, насколько это ужасно. Потому что речь идет о том, что происходят необратимые процессы в обществе, которые уже повернуть даже нельзя. Вспять. Каким образом можно, какие есть способы борьбы с алкоголем? Я понимаю, что вот эти мероприятия, которые проводятся на государстве… Ну, с алкоголем мы, скажем, неправильно формируемым отношением к алкоголю. Ну да, допустим. Вот мы, опять же, постоянно поднимаем тему такую. Вот на Западе, вот у них есть культура питья, а у нас типа нету. И думаем о том, что кто-то нам должен какую-то культуру взять и привнести. Кто-то принес нам – вот вам культура, ешьте ее. Этого не произойдет. Это, опять же, не произойдет за один день, за пять лет это не произойдет. Это планомерная работа как раз и государственного, прежде всего, аппарата по созданию этой культуры. Да, это зависит от каждого из нас, потому что пить или не пить – это выбор каждого из нас. Но мы все равно живем в рамках сообщества. И подчас наш этот личностный выбор, он определяется общим состоянием общества, общей тенденцией, общим пониманием вот этой культуры питья. Я достаточно часто об этом говорил в каких-то передачах. Вот, допустим, элементарная вещь, опять же, к которой мы привыкли, и мы воспринимаем как данность и обыденность. Да, скажем, в крупных магазинах сказали, что отделы спиртного должны быть отдельно. Но очень часто, и до сих пор это сталкивается с тем, что нет этих отделов. Они есть отделы, ну так номинально как бы, но часто вот люди заходят, и они прямо проходят как раз именно через этот отдел. Для того, чтобы пройти от молочного отдела в хлеб, нужно пройти через алкогольный. Совсем рядом, да. И мы над этим не задумываемся. Мы не задумываемся над тем, когда мы идем со своим ребенком, которому 5 лет, который идет мимо этих рядов этого пива, там, сотни номинований, красивые этикетки, все красочно, что уже на уровне подсознания у него формируется рядом с соком добрый стоит бутылка пива. Уже на уровне подсознания он подрастет, и подросткам он не будет воспринимать, скажем, пивной продукт, как некое что-то запретное. Это находилось рядом. Очень легко ему будет сделать этот переход. Вот там легко это в магазине папе сделать, да, переход от сока к пиву. А тем самым мы даже на протяжении лет готовим своего ребенка к легкому переходу. А вот это вот, опять же, вот это вопиющее, это детское шампанское, которое мы продаем. Что это? Да мы навязываем традиции. Причем мы же сами умиляемся этому. Соберутся наши дети, взрослые, не ребенок же покупают. Ставят две бутылки шампанского детского на стол и говорят, «Коля, собрали же твои друзья, наливай, открывай». И Коля, абсолютно копируя поведение взрослых, делают эту процедуру. Я сам. И взрослые стоят рядом или там сидят рядом за соседним столом и умиляются. Нам смешно. Мы не воспринимаем это как, что мы совершаем преступление в данной ситуации. Мы видим, что это нормально. Мы подсказываем. Коля, дай Машеньке, пусть она то скажет. И родители Машеньке умиляются, как она удачно скопировала поведение своих родителей. Да вот кто-то говорил, что вообще общество, в котором можно собрать детей, детского сада, пятилетнего, и сказать, «Дети, а давайте сейчас поиграем в пьяного человека». И когда все абсолютно дети, не найдется ни одного, который не может показать, как себя ведет пьяный человек, это говорит о том, что надо серьезно задуматься. Что мы идем не в хорошую сторону. Потому что пятилетние дети проводили такие эксперименты. Они все покажут вам, как себя ведет пьяный. То есть, значит, пятилетний ребенок уже в своем маленьком возрасте, в своем маленьком жизненном опыте, неоднократно сталкивался с пьяными людьми. И не просто там выпивши, не просто какими-то веселыми, добрыми. То есть, легкая степень опьянения. А тяжелыми степень опьянения, когда человек валяется, когда он непотребно уже все ведет. И у пятилетнего ребенка уже все это в мозгу отложилось. И он опять же в пятилетнем возрасте воспринимает, как данность, что это нормальное явление наше общество. Это никогда не было нормальным явлением. То есть, не надо говорить о том, что на Руси всегда пили. Да, пили. Но это не было нормой, атрибута нашей жизни. Сейчас, к сожалению, это так. И много времени, мы много времени создавали вот такой образ. Я часто вспоминаю фильмы, когда положительный герой всегда курит. Всегда стакан выпьет. Знаете, естественно, как-то подсознательно молодые люди хотели подражать этому положительному герою. Я, кстати, неприятно был поражен, потому что вот несколько сериалов таких, где вот там был «Глухарь», потом еще какой-то был сериал тоже, где мельзонер, главный герой, весь положительный. То есть, в целом, даже симпатии, проникающиеся к нему, к его профессии, к нему, но в каждой серии этот герой напивается. Первое у него, когда он заходит домой, уставший после тяжелой работы, совершив какой-то очередной свой подвиг милицейский, он говорит «Стакан» и так далее. И всегда курит, опять же, в постели. То есть, вот создатели, вообще, это, конечно, профессия режиссера, профессия тележурналиста, журналиста, в газете и далее. Создание – это важный положительный образ. Создавать такой, что без нагрузки вот этих отрицательных моментов. Да, вроде бы мы должны показывать правду, какая она есть. Но уже сама жизнь показала, что когда в начале 90-х показывали эту всю чернуху, ничего хорошего это не давало, а то, что показали. Да, показали. Ну ладно, достаточно одного фильма. А если все фильмы сводятся к тому, что мы будем показывать правду, как она есть, не рисуя все-таки какой-то положительный образ, чтобы он звал за собой, и хотелось ему подражать, в хорошем смысле слова. Так что же будет с Родиной и с нами? Дмитрий, скажите, пожалуйста, на каком этапе люди приходят кодироваться, когда они понимают, что это необходимо? Вообще, что такое кодирование? Вообще, у всех это по-разному. На каком этапе человек осознаешь, что ему надо лечиться? То есть сам процесс осознания болезни, что я уже сам не могу справиться. Потому что это и возникает тогда, когда сам человек, ну, за редким исключением, может поставить точку в развитии своей болезни. Во-первых, когда уже сформирована зависимость, надо понимать, излечить ее невозможно, потому что это хроническое заболевание. Так же, как нельзя окончательно и бесповоротно вылечить язву желудка. То есть ее только купируют на какой-то момент? Вызвать, получить ремиссию. Но вопрос, какая это ремиссия? Это может быть год ремиссии, может быть, длинник всей своей последующей жизни. Если человек осознает и может действительно поддерживать трезвый образ жизни в течение всей жизни. Но сама-то болезнь не прошла. Я часто вот на этот вопрос отвечаю, объясняю, что если бы было чудо-таблетка, чудо-какой-то вот напиток, приходит ко мне человек, который страдает алкоголизмом, страдает запойной формой пьянства, я ему говорю, выпейте это чудо-лекарство, и все будет как 10 лет назад. То есть вы могли выпивать по праздникам без проблем. Такого, к сожалению, нет. То есть речь идет только о том, чтобы полностью прекратить употребление спиртного, начать полностью, абсолютно трезвый образ жизни. Но болезнь от этого не исчезает. Мы абсолютно откровенно всегда пациентам рассказываем об этом. Кто-то, конечно, принимает это для себя до конца. То есть надо осознать, что та болезнь, которую ты заработал, это твой крест, который ты понесешь по всей своей дальнейшей жизни. Но можно этот крест нести тужесть, упираясь с ошибками, с горем пополам. Это если ты будешь употреблять спиртное. А можно достаточно легко, не теряя своего достоинства, своего человеческого лица, жить с этой болезнью. Вот диабет. Да, можно же сказать, ну а если неизлечимая болезнь, зачем ее лечить? Какого черта эти все усилия и человека, и врачей особенно? Да еще за деньги лечить. Зачем лечить, если не излечить не можешь? Я всегда говорю, хорошо, инфаркт надо лечить или не надо? Язву желудка надо, не надо? Сахарный диабет. Никто не говорит, что можно излечить от сахарного диабета. Но если не лечить, то последствия будут гораздо более злокачественные и приведут к преждевременной смерти человека. Так и с алкоголизмом. Каждый пьющий, если речь идет о таком страдании, как алкогольная зависимость, алкоголизм сокращает свою жизнь на 10-15 лет в среднем. То есть можно привести пример, что там кто-то, сосед пил всю жизнь и не ходил ни к каким докторам, и запои у него были, и прожил там до 80, допустим. Это идеальная случая. Да, это спорядический. И я говорю, что просто у человека, ну, природой был дан такой бионоситель, что как человек не старался издеваться над своим организмом? Он все-таки был, вот крепость его, в народе говорят, проспиртовался, и никакая зараза его не уберет. Но был крепкий бионоситель. И если бы этот человек не пил, не заработал себе вот этот алкоголизм, или, скажем, вовремя хотя бы остановился, хотя бы на уровне 50 лет, так не 80, но он прожил. А может 95, а может, даст Бог, ему и 110 бы преодолел. Так? Ну, просто такой был бионоситель. Ну, это редкий случай. А сколько мы знаем смертей, когда это происходит в 30 лет? В 40-45? Вот в среднем все это разделили, и получается, что на всех 10-15 лет каждый пьющий, страдающий алкоголизм, если он не остановился. Потому что когда человек, вот особенность этой болезни какова, что если человек прекратил пить, то как бы болезнь останавливается в своем развитии. И он может нормально жить, сам не страдая уже от наличия этой болезни. Главное, его родственники, его ближайший социум, и вообще весь народ, и страна не будет страдать от того, что конкретный Петров страдает от этой болезни. То есть для того, чтобы... Он будет только страдать в том, что собралась компания, все выпивают, а ему надо не пить. И я всегда говорю, не страдайте вы от этого. Превратите для себя это в достоинство, что вы можете, вы можете хвалиться этим, что вот я преодолел. Потому что не доктора преодолевают. Да, врачи могут помочь. И как раз вот... Но это то малое, что может пока на сегодняшний день сделать медицина. Это помочь. Но человек сам преодолевает свою болезнь. Это начиная от осознания. Вот этого момента, как вы начали говорить о том, что когда же он решил... У всех это по-разному. Кто-то вот почувствовал буквально сразу и осознает свою болезнь. Кто-то в повалку валяется, месяцами, годами у него протекают эти запои. И он отрицает наличие болезни. Есть такой... Самый страшный симптом этой зависимости. Это алкогольная нозагнозия. Отрицание болезни. Человек болеет, человек страдает, но при этом он отрицает. Он говорит, я хочу пью, хочу не пью. И вот если я завтра захочу не пить, то я сам смогу. Это годами продолжается. Годами продолжается этот обман своих близких родственников. То есть эти обещания и, главное, самообман. Потому что человек, он искренне верит, что это так будет. Что он справится, что он сможет. Он сам себя обманывает. И вот когда этот момент наступит этого прозрения, у всех это происходит по-разному. И я всегда радуюсь, когда это наступило пораньше. Потому что, естественно, такому человеку легче помочь, скажем, может медицина. То, что мы говорили о кодировании, ну, по-разному в народе относится к этому слову, к этому понятию, все, что за ним стоит. И, в общем-то, это Александр Романович Довженко ввел это понятие в обиход. Ну, больше в народный обиход. Потому что, ну, и в России, как и были, сейчас уже часто употребляют. Подхватили тоже говорят. Да, подхватили. Потому что, скажем, это само название, оно как бы попало в десятку. Я даже не могу объяснить, почему так легко вошло оно в наш быт, в наше общение. Но правильнее было бы, если говорить о научной стороне этого дела, то называть это внушение в состоянии эмоционально-стрессового напряжения. Называют это эмоционально-стрессовая психотерапия. Само понятие, скажем, эмоционально-стрессовая психотерапия было введено в практику психотерапии очень давно. Это еще времена Бехтерева. Вот тогда эмоционально-стрессовая психотерапия. Разновидностей, методик эмоционально-стрессовая психотерапии очень много. Ну, вот кодирование, скажем, оно начиналось как кодирование лечения алкогольной, в зависимости от табачной. Это придумал, создал Александр Романович Довшенко. Ну и, в принципе, метод уже очень давно живет в нашей жизни. И сама практика показала его эффективность. И на сегодняшний день, ну, я скажу, понятно, а уже, скажем, просто наша жизненная практика показывает, что это самый эффективный метод лечения, скажем, алкогольной зависимости на сегодняшний день. Я не говорю про завтра. Завтра все-таки, может, мы надеемся, что все-таки может быть создана будет та чудо-таблетка, которая вот позволит излечить алкоголизм. Знаете, я в молодости, ну, занимался наукой, да, и занимался как раз наукой, разделом науки как биохимия алкоголизма, да. И вот я, когда изучал такой юношеский максимализм, мне казалось, что ну вот-вот, вот-вот, наркология получит эту таблетку как на уровне биохимии мозга управлять. К сожалению, моя вера в это еще не пропала, не иссякла мой оптимизм, но все, что было даже с тех пор создано в наркологии, это все-таки вспомогательные вещи биохимического, скажем, воздействия, через таблеточное воздействие на организм, которые, опять же, помогают, но не решают проблемы. И до сих пор я убежден, что так или иначе вся практика, скажем, замыкается, любая практика врачебная, наркологическая, замыкается на то, чтобы помочь пациенту решать свою проблему самостоятельно. Каким образом это происходит? Что делает врач, когда человек к нему приходит и говорит, все, я решил, я был бы кодировал? Ну, в случае своего, то есть мы говорим про процедуру кодирования, процедуру эмоционально-стрессового воздействия, правильнее было бы внушение. То есть часто люди боятся кодирования, это же кодирование. Гипноз нужно обводить человека? Это разновидность в общем-то гипнотического воздействия. Ну, чтобы было понятно, то есть давно, еще во времена Бехтерева, доказали, что если человек находится в состоянии эмоционально-стрессовом, то слова, сказанные тем, кто ему какое-то проводит внушение, они гораздо более, гораздо причем более эффективны, чем слова, которые будут просто так говорить. Буду просто вот так вам говорить, Марина, прекращайте курить. Вы будете соглашаться, что надо бросать, но это не поможет вам, потому что вы сами это знаете, что надо прекращать курить. А вот если это делать в состоянии эмоционально-стрессового, для вас, состояние, это состояние можно создать по-разному. Ну, вот процедура кодирования, там как бы уже годами отработанная методика, когда происходит определенное воздействие, там, звуковые воздействия, тактильные воздействия, когда в этом состоянии, именно эмоционально-стрессовом, слово врача-психотерапевта, оно оказывает воздействие даже не на сознание человека, я просто говорю, это сознание, а на уровне подсознания. Вся наша сфера влечения, наше желание, она соотносится прежде всего с нашим подсознанием. И мы живем, вот чувственная наша жизнь, она связана именно с подсознанием. Вот методика вот такого внушения в эмоционально-стрессовом состоянии позволяет воздействовать на глубинные вещи нашего хочу, не хочу, люблю, не люблю, буду, не буду. И это дает как раз тот эффект, который, ну, скажем так, вот примитивная методика кодирования, наши дедушки и бабушки все занимались кодированием в воспитательных целях. То есть, когда... Ремнем кодировали. Да, вот видите, молодец, вы уже... Так меня тоже так кодировали в детстве. и достаточно эффективно, достаточно эффективно кодировали, потому что это было состояние явно эмоционально-стрессовое, критичное, жесткое ситуация. И при этом он порол и приговаривал «Не воруй, не кури». Да, ну, опять же, не всем помогало, потому что были же противодействия еще, внушения со стороны улицы и подростков, и героев своих, которых мы формировали через кино, и через улицу, через общение и так далее. Но у многих это... вот эта процедура эмоционально-стрессовая, жесткое такое кодирование, она, ну, дала свой результат. Да, вы сейчас, я так понимаю, что ремнем не порите своих пациентов, вводите их по-другому. сейчас жизнь уже как-то она поменялась, и акценты эти изменились, и пациентов, и детей своих как бы не воспитываю ремнем, но, скажем, вот я помню, мой отец как-то недавно вспомнил эпизод, когда он меня один раз за всю жизнь, он говорит, воспитал ремнем, да, и, кстати, это было связано с курением. Хотя я тут в тот день и не курил. Была группа подростков, и мы где-то, ну, там, зашились по подвалам тогда эти пятиэтажные дома, по подвалам мы любили там, это наш мир был, да, и были люди постарше, мне лет 10, тогда было 12-летние, 13-летние подростки, как бы наши уличные герои, которые уже, ну, которые курили, да, то есть мы собирались, и у меня не было желания, и просто, может, смелости не хватало, дайте-ка я там, вот, но, тем не менее, вот я помню ситуацию, когда они гордо курят, они уже настоящие, взрослые люди, наши серьезные уличные авторитеты, и кто-то из них, ну, а там у нас было же человек 5 таких вот, совсем еще пацанов, и кто-то из них просто пошалил, он, я такой интеллигентный мальчик был, в береточке, и кто-то взял меня там на береточку сзади, встряхнул пепел, и тут приехал отец, где-то на обед, значит, там покормить на собесах, я прибегаю домой, а ему кто-то уже сказал, что, типа, сын там где-то в подвале курит, и он мне говорит, ты что-то там с кем-то курил, ну, то есть какие-то предъявы, я говорю, да нет, я не курил, и вдруг он видит этот пепел у меня на этой, на берете, и вот тут он взялся за ремень, что-то кричал, то есть было ярко выраженная типичная эмоционально-стрессовая психотерапия, и я помню, что, ну, мое подсознание помнит, что курить не надо, хотя на самом деле он меня так, ну, он сейчас вспоминал, уже по-стариковски чуть ли не слеза, слеза у него накатилась, что вот один раз был случай, когда он меня ударил ремнем, хотя там никакой обиды на отца, я нет, но вот вспоминаю, я думаю, что это тоже было своего рода кодирование, потому что никаких, никаких желаний больше покурить вообще никогда не возникало, никогда не возникало, и даже были эпизоды какие-то еще там в юности, когда я там, ну, где-то в компании мог выкурить какую-то одну сигарету, но никогда не было желания потом продолжить, то есть опять же, такая подражательная вещь, попробовать, а как это будет у меня, ну, никаких зависимостей в этом плане. Скажите, пожалуйста, а можно ли проводить сеансы групповой психотерапии, не психотерапии, а вот кодирование вот такого внушения, да? Я буквально отвлеку вас на полторы минутки, у нас есть всем, ролик всем известный Кашпировского, да, давайте мы покажем зрителям, напомним, и потом поговорим вот о таких групповых сеансах, мы пока кофе попьем. Минута другая, и мы приступим к окончанию. Если вы больны каким-то опасным заболеванием, типа эпилепсия, не участвуйте в наших передачах, а просто выключите телевизор, не вставаясь в место, сиди на месте. Вы неподвижны и не в силах шелохнуться. Это хорошо? Я даю установку на ваше излечение от самых разнообразных заболеваний. Не тревожьтесь, если вы чувствуете, что вы ничего не чувствуете. Дайте возможность своим полуоткрытым глазом глянуть сюда. Дано вам будет легко вести транспорт, переходить дорогу, перекрестки, четко соображать и хорошо спать ночью. Я внушаю вам все то, что я даже не могу выразить словами. 16. Я считаю только для того, чтобы лишить вас повода раздумывать над содержанием сказанного. Вошли соседи и вдруг застают вас, допустим, вращающего головой. Вращайте дальше. 18. Приятная такая плавность во всем. Ну, смотрите, собирали огромные залы, собирали весь вот практически вот советский, постсоветский союз, да, вот перед экранами телевизоров проводили такие массовые сеансы. Это работает? Нет, это работает однозначно, и это работало. И вот именно такие большие массовые сеансы, тут срабатывает и закон больших чисел. То есть я, то, что показали эпизод, ну, в общем-то, типичное гипнотическое внушение. и в зале, видите, там, кто-то так реагировал, кто-то так, это все всегда по-разному, но есть люди повышенно внушаемые, есть пониженные, есть с низкой внушаемостью люди, поэтому будет разная степь реакции. Кому-то достаточно посчитать, вот не до 16, как было сказано, а до двух, и он как в одну сторону упадет в глубокое транс, в это такое состояние, как и вынырнет из него. Это работало в плане достижения эффекта. Я видел этих людей, я общался с ними, я уже, как раз, когда Анатолий Иванович начинал свою деятельность, телевизионную, я учился в Харькове, как раз проходил специализацию по психотерапии, и Кашпировский, он учился как раз на той же кафедре, где и я учился, проходил, и как раз мы тогда обсуждали и в рамках кафедры психотерапии, это долгие годы Харьковская школа, это была единственная, первая, единственная кафедра, которая готовила врачей-психотерапевтов. И если вспомнить, скажем, 50-60 лет назад, то врачей-психотерапевтов было очень мало, мало кого-то, но общество как бы и не осознавало потребность в этих докторах. Ну, нет их и нет. И некий был даже и скепсис отношения. И когда про Кашпировского там говорят, и говорят как-то каким-то таким негативизмом, то я не очень разделяю эту точку зрения. Я, допустим, считаю, что для меня, прежде всего, что Кашпировский выступил великим популяризатором психотерапевтической практики. популяризатором своего понятия психотерапии. Я говорю, наше общество не знало вообще про такую вещь, как психотерапия. То есть были люди, которые действительно заболели, тяжелые неврозы, они попадали в больницу, в отделение неврозов, и там они сталкивались с врачом-психотерапевтом. А основная масса людей вообще не знала, что это такое, что с помощью врача-психотерапевта можно решать какие-то свои проблемы здоровья в самых разных областях. Они об этом не знали и не было этой потребности. Вот Кашпировский показал возможности воздействия словом, возможности решения этих проблем здоровья с помощью слова, с помощью психотерапевта. И просто совершенно на другую ступень поднял врача-психотерапевта. Конечно, это была определенная тогда дань моде, даже своего рода мода была, может быть, такой даже всенародный психоз обращения к врачам-психотерапевтам. Я уже закончил, прошел специализации, уже начал работать врачом-психотерапевтом, я столкнулся с этими вещами. Как-то очень выражено это было на Украине, очень выражено было это в России. Я помню как раз еще даже начало своей практики, я, в принципе, никому неизвестный доктор, но уже практикующий, уже умеющий опыт, умеющий свою уже историю работы доктора. Я приезжаю в Краснодар, меня пригласили провести там ряд сеансов, и ну, я был в шоке, если честно говоря. То есть мы приземляемся в аэропорту, ну, не помню, было, ну, уместно была и красная дорожка к самолету, потому что меня встречает «Волга», это такая черная, приезжает главный редактор Краснодарской областной газеты, ставит меня в эту «Волгу», и уже там вы должны познакомиться с моей семьей, вы должны познакомиться с моим лечащим, доктором моей семьи, и чуть ли не насильно меня везут к этому доктору, там реальный шаман Чукотки какой-то с магическим шаром, который говорит, мы должны поделиться какой-то практикой, я думаю, боже мой, я к этому никакого отношения не имею, куда я попал, что мне, какую роль мне играть, и, ну, в общем-то, я всегда пытался всегда донести, что я доктор, и лечу согласно, в общем-то, медицинским канонам, которые признаны уже в психотерапии отработаны, вот это вот шаманство не очень, скажем, приветствует, потому что все это как-то попахивает какими-то вещами, но в данном случае то, что мы эпизод посмотрели, Карас Кашпировский, говорю, проводил классический гипноз и внушение в гипнотическом состоянии, однозначно, это очень многим помогало, это не могло не помогать, потому что большая масса, если человек перед телевизором садится, он тоже будет получать эту дозу внушения, если он хорошо внушаемый и так далее, он получит лечебный эффект, потому что лечебный эффект при внушении в гипнотическом состоянии, он заключается не только во внушении, есть, ну просто гипнотический сон, вот человек расслабился очень хорошо под действием слов врача-психотерапевта и просто поспал, просто перешел из состояния гипнотического сна в обычный сон и проснулся и почувствовал себя чем-то таким бодрым, свежим, отдохнувшим, не так, как если бы просто он поспал, потому что вот состояние гипноза, оно обладает соногенетическим эффектом, просто человек спит, но в состоянии гипноза, да, происходит оздоровление, самооздоровление происходит, и это человек ощущает, и когда это происходит серия целых таких гипнотических состояний, это может, и не раз я это наблюдал, уже дать само по себе эффект, который пациент говорит, произошло чудо, я излечился от болезни, который страдал много-много лет, ну, и опять же, если честно говоря, никогда, сталкиваясь с такими вещами в собственной практике, никогда не тянул идеал на себя, я всегда говорил пациентам о том, что чудо не во мне, чудо в вас, в вашей особенности восприятия, скажем, меня, да, это, ну, скажем, это чудо, это результат нашего взаимодействия, понятно, что какое-то звено убрать, чудо бы не состоялось, но это чудо, оно, нельзя сказать, доктор, вы создали это чудо, нет, это не я, это мы вместе создали, и даже больше пациент создал это чудо, скажем, я просто грамотно его подвел, чтобы он создал это чудо, грамотно подтолкнул в сторону создания, дал энергетический посыл, вот то, что Кашпировский говорил, даю вам установку, да, даю вам установку, подталкиваю вас, устанавливаю вас в нужном направлении, что болезнь пройдет, у вас все получится, все будет хорошо, это то, что, ну, все психотерапевты в своей практике так и иначе используются. Анатолий Иванович просто пошел дальше, опять же, он тут и не был, кстати, пионером, лечение по радио, по использованию телевизионного момента, это уже все было, это было в практике психотерапии, экспериментально это у всех учебников было написано, там это было как спорадический случай, как оригинальность, которую советские психотерапевты на заре развития психотерапии применили, скажем, с помощью радио, провели гипнотический сеанс человеку, который находился на крайнем севере, нужно было делать операцию, вырезать ампентицит, а обезболивающих лекарств не было, врач-психотерапевт, я не помню его фамилию, находясь в Москве, через радио, через наушники, ввел этого пациента в состояние гипноза, дал ему в состоянии гипноза установку, что произведено обезболивание, что он ничего не чувствует, и без всякого медикаментозного сопровождения у данного человека была произведена операция, безболезненная для него, это все описано в учебниках, и использование телевидения и так далее. Но, я говорю, надо отдать должное человеку, он усмелился на большее, то есть, а почему не сделать это массовым воздействием, почему не невозможно использовать широкую аудиторию, аудиторию всей страны. понятно, что нельзя сказать, что это все было положительно, почему, собственно говоря, в той же России они массовые сеансы гипноза, используя гипнозы, запрещены. Потому что, видите, вот он говорит даже, если вы страдаете эпилепсией, не смотрите нашу передачу. А вы знаете, человек так устроен, когда ему говорите, не смотрите, он будет смотреть, потому что он будет смотреть с надеждой, а вдруг поможет, вдруг поможет, он скроет это. А к нам приходят, мы как бы тоже говорим о том, что если у вас эпилепсия, то как бы кодирование противопоказано. Почему? Не потому, что процедура кодирования, внушение в эмоциональном стрессовом состоянии может, ну, повредить, усугубить эту эпилепсию. Не поэтому. А потому, что в момент кодирования сама ситуация, сама процедура может спровоцировать очередной приступ. Может, он произошел бы и без нас, и до нас, или на завтра произошел, но сама процедура, ты проводишь, и возникает приступ, и бывают такие случаи. Вот даже алкогольная эпилепсия. Да? Ну, они скрывают это. И ничего страшного в этом нет, в этом приступе, потому что они происходят и так далее. То есть, это такое относительное противопоказание. Но такой призыв, не смотрите нашу передачу, он, призыв никуда. Все равно эти страдающие эпилепсии садились и смотрели этот телевизор. И самое главное, даже другое, тут об этом не говорилось, а больные шизофрении, у которых реально вот подобные сеансы могли вызывать обострение течения основного заболевания. все это могло вплетаться в бред, и этих случаев было много и массово. И тогда уже как раз, когда пошла эта ответная реакция, то есть попадали люди в эти психбольницы с обострением существующего заболевания. Не то, что от этого возникало это шизофрение, нет, существующего заболевания. И тогда уже общественность, та же медицинская, начала показывать свое я и говорить о том, что это вредно, это надо запретить. И в конечном итоге произошло то, что произошло. запретили. То есть я ни в коей мере не осуждаю, не критикую. Я говорю, я видел, видел десятки людей, которым реально практика Кашпировского помогала. И, кстати, начинал же его не сразу с телевидения. То есть я видел тех пациентов, которые были на сеансах не телевизионных, то есть зал, относительно даже небольшой зал, там до ста человек, когда он собирал и лечил не вообще все проблемы, а лечил какую-то одну проблему. Допустим, проблема избыточного веса. Приходило там сто человек. И он проводил этот сеанс внушение аналогично тому, что вы видели, но адресованное на конкретную нозологию. А потом, ну, я говорю, что тут можно даже и шляпу снять и отдать должное психотерапевтической такой наглости даже, уверенности. А дай-ка я вот это сделаю. Потому что быть вообще пионером, это всегда сложно. Это всегда человек будет натыкаться на критику, на обвинение. Всегда то, что плохо, это всегда будет гиперболизировано, вывернуто наружу. Все, что хорошее, все будет замалчиваться. Поэтому и там как бы он стал где-то и жертвой, потом в конце итоги вот такого наезда на него, что все это вывернулось минуса. А при таком массовом как бы лечении эти минуса неизбежны. Но так или иначе основной принцип работы врача, психотерапевта, любого врача это не навреди. Поэтому врач должен думать о том, скажем, проводя такой сеанс, что там может оказаться и страдающая эпилепсия, и тем, и тем, и тем. В этом связи хочется еще спросить у вас о популярных методах самокодирования. Наверняка вы же знаете о том же Альне Карри, который писал книги, и все читают его. Это можно назвать, я не знаю, там он пишет, что это самокодирование. Вряд ли он использует слово самокодирование, а использует, скажем, эффект самовнушения. Опять же, вот... То есть можно ли в принципе излечиться от какого-то заболевания, от какой-то зависимости, да, без помощи врачей? Почему? Ну, в данном случае, когда мы говорим о Карри, то тоже мы... Человек может избавиться от этой зависимости с помощью... с помощью книги, да, с помощью того, что он будет выполнять вот эти вещи, читать, будет повторять, и происходит самовнушение. То есть в принципе по большому такие же, как и используете и вы, да? Ну, по аналогии, да, но даже вот то, что мы говорили про Кашпировскую, эффект самовнушения. Там неизбежен. Почему? Потому что человек настраивается, что этот, методика ему поможет, этот доктор ему поможет. Чисто по аналогии, соседу помогло, я видел, у него там что-то исчезло, что-то рассосалось, и у меня тоже обязательно рассосется. И вот почему вот мы говорили, что чудо в самом пациенте, потому что оно и есть чудо в нем, в силе его самовнушения. Ведь писаны в практике человеческие, такие физиологические феномены. Женщина очень хочет иметь ребенка, и у нее возникает ложная беременность, и у нее полностью физиологический процесс развивается все, все развивается. И со стороны даже у никого нет сомнений, что она беременна, и она сама это чувствует. Она чувствует токсикоз, ранний токсикоз, поздний токсикоз, и уже вот-вот ей рожать, идет доктор, а доктору с ней, что беременности нет. Понимаете? Колоссальные физиологические процессы, женщина своим желанием стать матерью, своим, вот именно используя свой потенциал внушения, произошла там задержка на один день, боже мой, я беременна, счастье, все, состояние эмоционально стрессовое. И сработал, опять же, механизм ее самовнушения, запустился физиологические механизмы, колоссальная физиология, перестройка всего организма, грудь начал расти, живот вырос, ну, это все описано, эти вещи. И когда, честно говоря, даже вот это, я помню, в молодости я читал, изучал эти вещи, думаю, вот оно чудо, насколько колоссально может быть воздействие слова, когда тебе извне это слово, но и твое внутреннее слово, когда ты сам себе. Вот такое вот с кодированием, да, при помощи врачей, да, и при помощи психотерапевтов, при помощи вот этих самых книг, в каких случаях они не срабатывают? Очень часто бывает такое, что люди, прочитав «Кара», бросают курить, например, или перестают переедать, проходит какое-то время, и люди опять возвращаются к этим своим вредным привычкам. Потому что, ну, не настолько сильно это воздействие. Мотивации не хватает? Мотивации не хватает, осознание этих механизмов, которые вот он, ведь в принципе, вот я даже своим пациентам говорю, рот-то не зашивает никто, и рот не отрубает. Вы можете пить и дальше, если вы хотите, да? Если ваше желание туда. Это не... Просто важно, чтобы человек осознавал меру ответственности перед самим собой. Ты сделал шаг, ты прекратил пить, но это не конец истории взаимоотношения с алкоголем. Это или денег всю жизнь, это всю жизнь трезвости, или это год, или два, или три. Продолжайте эту историю. Будьте... победителем в этой истории, а не позвольте тому же алкоголю все-таки вас доконать. И с самовнушением. Я говорю, любая медицинская процедура, любая, к физиотерапевту вы пришли, к терапевту назначаемую таблетку, в своем терапевтическом эффекте она подразумевает психотерапевтическую составляющую, вот этот механизм самовнушения. Если человек верит и знает, и он повышенно и внушаемый, и самовнушаемый, что эта таблетка ему поможет, эффективность этой таблетки повышается в разы. То же Бехтерев говорил о том, что таблетка, которую пропишу я, он, гораздо более эффективно подействует, чем таблетка, которую пропишут мои ученики. Почему? Какой смысл он вкладывал? что его авторитет, его имя уже само по себе несет вот эту психотерапевтическую прокладку, которая будет помогать действию этой таблетки. И, кстати, я всегда говорил о том, что жалко и обидно, что даже в наши дни, когда уже психотерапия стала неотъемлемой как бы составляющей нашей медицинской жизни, вообще как бы бытовой жизни. Мы все знаем, что такое психотерапевт, где он может помочь. Многие доктора, скажем, терапевтического профиля, где-то они пренебрегают ролью слова, хотя это могло быть прекрасным дополнением к любой медицинской процедуре, к любому воздействию таблетки. Скажем, вот врач, который просто молча выписывает рецепт в поликлинике, просто так, не поднимая головой, вот он. Однозначно, минусует в плане результата. Потому что, если он просто подробно объяснит, что и полагается, что и надо делать, просто часто в условиях поликлиники у него нет времени на это, но надо, может быть, к этому стремиться, он не объяснит, вот это лекарство, даст он такой-то, такой-то, такой-то результат. Вот вы это почувствуете, может быть, завтра, или завтра вы не почувствуете, через две недели у вас начнется результат. Он, когда это говорит, он производит внушение, он как раз запускает механизмы самовнушения в вас. И совсем по-другому будет действовать таблетка. Вы действительно это почувствуете. А само по себе, ну вот, вот этой прослойки психотерапевтически не будет хватать, и эффективность может оказаться не та. Я вчера, когда звонила вам, приглашала вас в эфир, предложила вам провести онлайн-кодирование. Почему вы отказались? Ну вот я как раз вам тогда уже по телефону сказал, что главный принцип, который я свято в своей практике соблюдаю, и, в общем-то, как-то вот на уровне подсознания нам все-таки это вбили в условиях альма-матер, что главный принцип медицины, это не навреди. То есть нельзя делать экспериментов над людьми, нельзя, так сказать, по принципу. Всех под одну гребенку грести, да, нельзя? Да, и надо понимать, что произойдет. Вот я сказал, что если мы начнем онлайн показывать процедуру кодирования, это нанесет вред тем, кто уже проходил эту процедуру, и самое главное, что это может просто даже снизить эффективность этой процедуры у тех, кто уже придет. Потому что визуально даже те, кто ко мне приходил на лечение, они могут описать эту процедуру, но это процедура в ощущениях, в ощущениях вот этого эмоционального стресса состояния. Визуализации нет, это происходит с закрытыми глазами у пациента и так далее. визуализация самой процедуры, она не даст никакого плюса, а минус однозначно даст. Не у всех и не у каждого, но тем не менее. Поэтому, скажем, таких визуальных вещей мы не делаем. Я вам тогда по телефону говорил, что у нас на российский канал меня, это уже больше 10 лет назад приглашали туда в программу здоровья к Малышевой, и там как бы основное требование было и приехали мы, переговоры, все было интересно, и все было хорошо, пришли к согласию, но у нее в конце она сказала, ну у меня главное требование, вы должны прямо в эфире закодировать кого угодно вот среди наших сотрудников. И мы не срослись. То есть я точно так же где-то объяснил, ну и потом, короче, не срослась эта передача. Хотя наверное и можно какие-то вещи визуализировать, но вот не саму процедуру рукоделивания, которой я занимаюсь. Вот мы говорили, а можно что-то показать, да? Вот можно что-то телезрителю, скажем, через экран сделать какое-то внушение, скажем, помочь как-то в решении каких-то таких проблем здоровья. проблем здоровья мы не будем решать, но, скажем, если это позволяет время и хотите, допустим, я бы мог продемонстрировать таких техник, опять же, очень много, но вот одну из техник, которая, ну если у вас какая-то личностная проблема, причем это не обязательно какая-то такая глобальная проблема личностная, а вот вы теряетесь в принятии решения, вот идти сегодня на свидание или не идти. идти с Колей на свидание или с Петей, вы теряетесь и не знаете, кому вы лучше относитесь, да, люблю я этого человека, не люблю, может я все-таки заблуждаюсь, может это не любовь, а просто симпатия и так далее, ну вообще даже бытовые, вот мы говорим, что я, что мне сейчас хочется, чай или кофе, да, то есть методики, когда вы можете спросить совет у своего подсознания. Подсознание это то, что основа всех наших хочу, не хочу, наших симпатий, несимпатий, любить, не любить, наша чувственная жизнь, это все на уровне подсознания. Когда мы говорим вот так просто, мы адресуем к сознанию, но сознание может пропустить эту информацию к сердцу, да, а может не пропустить, может просто закрыть шторки и шлифовать, все это урунда, я это уже знаю, может просто, вот говорят там, в одно ухо вошло, в другое вышло, почему оно и вышло-то, потому что оно не попало то, куда надо, оно вот так вот вокруг, сознательный этот барьер, так устроена работа нашей центральной нервной системы. Мы оберегаем себя, чтобы не было перезагрузки, но тем не менее вот на уровне подсознания вся информация, с которой мы в жизни сталкивались, она как-то оседает, особенно наш эмоциональный наш опыт, наше видение жизни, соль жизненная. И вот подсознание, оно, как правило, не ошибается. Понятно, что все зависит от того, какой опыт, какой багаж на уровне подсознания твоего жизненного опыта хранится. Если ты жил на просто на необитаемом острове, то на уровне подсознания у человека не будет богатого опыта межличностного общения, у него будет опыт выживания, на уровне инстинкта он будет чувствовать эту опасность и так далее. Вот мы иногда не можем узнать, как поступить, да, и какой-то поступок совершаем, и оказывается, это ошибочно, лучше было этого не делать. Но вспоминая ретроградно, говорим, вот я чувствовал, что-то внутри подсказывал, не надо так делать. И я вот все-таки вопреки этому внутреннему чувству, внутреннему, сделал этот поступок и ошибка. Так вот, это внутреннее, это как раз наша сфера подсознания, это наш жизненный опыт. И уж, если он есть этот жизненный опыт, он не зря накапливается. Лучше к нему, вообще вот к этому внутреннему своему, да, прислушаться. Ну, скажем, банальная рекомендация, вот первое, что в голову приходит, первое, да, ну, первая мысль, так или так. Если, как бы, человек еще не успел даже осознать, подумать, но первое у него было сказать да, да. Импульсивное такое решение. Да, импульсивное решение. Это, вот это вот сознательно может привести даже к ошибке. Так вот, можно послать запрос к собственному подсознанию. Давайте. Готовы? Готовы? Да, давайте. Эксперимент. Ну, пишите расписку, что я предупредил. Ну, будут все свидетельства, что я вас предупредил. Так. Ну, занимайте удобную позу. Ой, давайте я займу удобную позу. Так, сейчас для себя решить, вот какую проблему вы хотите решить. Но это надо ее сформулировать для себя. это проблема. И на этот ответ, на этот вопрос, который вас мучает, да, сильно мучает или не очень, должен быть сформулирован в виде да, нет. Чтобы на этот вопрос можно было ответить да, нет. Озвучивать вопрос надо? Хорошо. Ну, вы даже не четко понимаете. Вот такой вопрос, вы знаете, который вы хотите, ну, с моей помощью, я буду просто еще немножко вас настраивать регистры, да, и вы хотите получить на него ответ. Но да, нет. Да. То есть, никаких обширных вещей, просто да, нет. Значит, вот сейчас закройте глаза, не будем думать сейчас о вопросе, да, но вы его помните. И расслабились, не надо ни о чем думать, не думайте о том, как вы выглядите, по-идиотски, не о чем думаете. Все, расслабились. Настрои серьезные. Давайте представим себе такую картинку. Вот вы солнечный, красивый такой летний день. И вы идете по тропинке по березовой роще. Вот идете, получаете удовольствие, вы слышите щебетание птиц, вы слышите дуновение ветра, вам хорошо и приятно. И вы идете по этой тропинке. Продолжаете идти по этой тропинке и березовая роща заканчивается, вы выходите на поляну. Вы выходите на поляну, идете по поляне. Все красиво, достойно, прилично, вам хорошо. В конце поляны вы останавливаетесь, поворачиваетесь лицом в березовой рощи, туда, откуда вы вышли, и смотрите на эту рощу. И сейчас из березовой рощи выходит зверь. Не страшный для вас зверь. Но он вышел и на противоположном конце поляны встал и смотрит на вас, а вы смотрите на него. И этому зверю вы адресуете свой вопрос. То есть вы задаете тот вопрос, который мы оговорили, что вы хотите задать. Задаете мысленно этот вопрос. Задали. И зверь кивком головы отвечает вам на этот вопрос. Отвечает да или нет. А потом он исчезает. Зверь появился? Алло, разогли. Да, зверь появился. Просыпаемся, просыпаемся. Зверь появился. Какой зверь появился? Лиса. Лиса. Вот, кстати, говорят о том, что в зависимости от того, какой зверь, что мы в нашем подсознании неосознанно. Это как бы образ нашего подсознания. То есть где-то вы лиса. Мне, кстати, уже говорили такое. Возможно, поэтому зверь появился. Я не думаю. Может, я крас волос и все. А, может быть. Поэтому, говорили. Но, в принципе, может быть, даже на подсознании запомнилось то, что вам когда-то говорили о том. но что-то такое есть. И как ли она согласилась, что... Она кивнула. Вот так вот, ваше подсознание, оно согласилось, отвечая на ваш вопрос, сказать «да». То есть я буду прыгать с парашютом. Она будет прыгать с парашютом. Вот такой вопрос у меня был. Да. Ну, вот ваше подсознание, видите, оно дало вам совет, что прыгни. Значит, что-то это даст. Это, кстати, не означает, что вы будете прыгать. Ваше подсознание дало вам ответ на то, что да, что это даст вам нечто, что вы ищете в этих ощущениях. Что это будет вам... Я этого очень хочу. Да, так я говорю, но ваше подсознание, оно не сопротивляется. То есть уже ваш даже подсознательный опыт говорит о том, что надо не сопротивляться этому желанию, а может быть сделать что-то для его реализации. Что ваш подсознательный опыт говорит о том, что это вам что-то даст. Потому что ведь любой поступок прыгать, не прыгать, нырять, не нырять, человек делает для того, чтобы что-то изменить в себе, что-то преодолеть, что-то новое познать, получить новые эмоциональное развитие получить новый эмоциональный жизненный опыт который ну мы думаем что он нам пригодится вот ваше подсознание она согласна что этот опыт вам но необходим для того чтобы что-то сделать позитивное изменить себе спасибо вам большое дмитрий мы сейчас не использовали в принципе телевидение потому что я думаю что если кто-то находился под сторону экрана он тоже мог использовать как и вы кстати не обращались займите удобно положим я адресуала так вам да но я уверен что мы этого не говорили но кто-то тоже ел и точно так же сформулировал дека я тоже на халяву эту проблему одного человека который уже показал что он тоже применял такой методик она значит что будет но данная как бы вот воздействие внушением и что же делаешь она не нанесет никакого вреда ни больному там шизофрении липтику никому никому то есть человек просто используем вот этот ну используем конечно чудо техники чудо техники передачи вот этой картинки на расстоянии для того чтобы даже вот помочь кому-то на расстоянии самому с помощью своего жизненного опыта с помощью своего внутреннего я решать свои проблемы но в медицинском плане опять же есть в лечении каждого заболевания каждой психотерапевтической методики при данном заболевании есть методики самовнушения с методики там сама настроя вот то что мы горит с помощью книги там читаешь когда человек запускает механизмы самовнушение и собственно и психотерапевт наряду с воздействием на подсознание он еще и однозначно подключает механизмы самовнушение скажем вот методика кодирования она не заключается только в том что человеку там не ешь скажешь ну что не ешь у нас допустим это еще и даем рекомендации как не есть как есть как заниматься физкультурой для чего заниматься как помогать себе с помощью самовнушения и эти формулы даем людям когда когда них используют и это им помогает в решении этой проблемы то есть всегда психотерапия это не только вот одна процедура и сам процесс лечения это не только приход кручу сам процесс лечения начинается до того как настрой подготовка выдержка пришел и продолжается дальше когда действительно проходят годы человек самому себе гордо может заявить я решил эту проблему для себя я победил эту проблему спасибо вам большое к сожалению время наше закончилось но я думаю что это наша не последняя встреча очень надеюсь мне было очень интересно и безумно приятно с вами общаться спасибо большое хорошо я напомню что в этом эфирном часу мы говорили с доктором дмитрием сайковым спасибо вам за то что вы были вместе с нами увидимся до встречи пока